23 февраля мы с вами отмечаем один из дней воинской славы – День защитника Отечества. Если немного углубиться в историю, то Днем защитника Отечества этот день стал называться с 1995 года. Для кого-то из нас праздник 23 февраля остался днем, когда мы поздравляем своих мужчин, друзей, сыновей, которые служили, служат, либо готовятся к службе в армии. Но со временем этот день стал днем всей мужской половины, стал символизировать силу и мужество. А кто ею обладает? Конечно, наши доблестные мужчины, наши добытчики и защитники страны, семьи, своих жен и детей. И я уверена, что вы согласитесь с тем, что это праздник всех мужчин. Этот праздник стал красным днем календаря, а значит, его непременно надо отметить в каждой семье. И это не только новые носки или бритвенные станки, но и внимание тоже. Мы же, в свою очередь, готовим к этому дню праздничную программу. В первой ее части к нашим уважаемым защитникам Отечества, всем мужчинам Сухоложья, со словами поздравлений и добрых пожеланий обращаются руководители наших предприятий и организаций городской обслуживающей сферы. Вы знаете, что 23 февраля у нас День защитника Отечества. Если говорить о том, о роли мужчины в семье, то каждая женщина, девушка определяет для себя идеал мужчины. И понятно, что если мы коснемся историю, глубину отношений между мужчиной и женщиной, то мы всегда и воспитывали нас, родители наши, то, что мужчина должен быть защитником, опорой, добытчиком. И, соответственно, понятно, что это глава семьи. Если говорить сейчас о принципах современности, то, наверное, они поменялись. Для меня лично, не только как для главы, а как для мужчины, как для человека, образ мужчины складывается из образа моего отца. Для меня он всегда был, есть и будет моим героем, моим образом настоящего мужчины, который всегда отвечал за свои слова, который всегда отвечал за свои поступки, действия и принимал решения и брал ответственность за эти решения. Поэтому без разницы, где в семье, на работе, на улице, вне зависимости от этого. Но я бы хотел немножко ракурс поменять рассуждения в другом. На сегодня у нас уже официально введен праздник в прошлом году президентом нашей страны Владимира Владимировича Путина. В год введен праздник День Отца. У нас официально есть праздник День Мужчин. Понятно, что мы, исходя из исторических традиций, 23 февраля отмечали мальчиков, юноши и мужчин всех. Служил, не служил в армии, защищает, Родину защищает. Так вот, раз появились такие праздники сейчас у нас на территории нашей страны, то я думаю, что все-таки День Защитника Отечества – это праздник тех мужчин, которые отдали свой долг Родине или отдают свой долг Родине на рубежах нашей необъятной Родины и защиты нашей Родины. Сегодня мы знаем, что политическая ситуация в мире не очень стабильна, и приходится, конечно же, совершенствоваться, приходится проводить учения, проводить мероприятия, связанные с повышением обороноспособности нашей страны. И вот все-таки праздник День Защитника Отечества – это тех праздников, кто защищает нас, действительно защищает свое Отечество. Потому что мужчина традиционно создан для того, чтобы защищать от слова защита, опора, верность, преданность, надежность. И вот я бы хотел поздравить всех, кто служил, служит, будет служить с этим праздником, оставаться верным долгу, преданным своим родным и близким, верить в прекрасное будущее и создавать уют и добро в своей семье. С праздником! Уважаемые мужчины, коллеги, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с праздником, С Днем Защитника Отечества! Праздником смелых, мужественных, честных и отважных людей! Искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, всего самого наилучшего вам, вашим родным и близким. Верьте себя! Пусть сбываются все ваши мечты! Пусть осуществляются все ваши задуманные планы! Еще раз вас с праздником! С Днем Защитника Отечества! Так было в России с далеких времен, Чем выше давление, тем крепче петон. И если опасность державе грозит, Становится Родина, как монолит. В горниле победы сегодня, как царь, Опять закаляется Родина и старь. Россия! 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 В этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем Россию знамя! Пусть время нас бурным потоком несет! За нами Россия! За нами народ! Традиции святы и тысячи лет! Продолжится летопись наших побед! А если врагов налетит вороньё, И снова Отечество встретит майор! Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем Россию знамя! Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем Россию знамя! Сегодня нельзя не сказать о ребятах-патриотах из поискового отряда «Память», который воскрешает события военных лет и поднимает из небытия имена павших героев. Память создана 13 октября 1984 года. Через неё прошли сотни школьников и молодых людей. Ежегодно отряд принимает участие во всероссийских вахтах памяти, занимается поиском бойцов и сотрудников эвакуационных госпиталей, разместившихся в Сухом Лагу в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 года. Отряд ухаживает за братскими могилами и мемориальными аллеями славы, проводит встречи ветеранов, слёты, трудовые вахты, походы по местам сражений. Наше следующее поздравление от руководителя управления по культуре молодежной политики и спорту Сергея Ефремова. Сергей Александрович поздравляет мужчин, которые трудятся в культуре, работают с молодежью, занимаются спортом и желает им мужества, терпения и силы, столь необходимой будущим защитникам. Дорогие ветераны, все, кто отдал свой долг Родине, кто ещё готовится к службе в вооружённых силах, поздравляю с этим главным патриотическим праздником – Днём воинской славы страны. Желаю, чтобы тело и душа, как поётся в песне, были молоды, чтобы в ваших семьях был достаток, чтобы каждый день мы просыпались под мирным небом. Мужчин мы наших с честью поздравляем с прекрасным Днём Защитника сейчас. И в этот день торжественно и желаем, чтобы в жизни получилось всё у вас. Дела всегда пусть будут на подъёме, здоровы будут тело и душа, уютно и тепло пусть будет в доме, и жизнь всегда пусть будет хороша. Не могла остаться в стороне от поздравлений в адрес наших мужчин и начальник управления муниципального заказчика Лариса Шумихина, совсем недавно назначенная на эту должность. Уважаемые сухоложцы, наши дорогие мужчины, говорит она, от имени сотрудников управления примите искреннее поздравление в ваш адрес в этот важный для всей нашей страны день. Читать себя защитником Отечества, быть и оставаться им – это честь для каждого настоящего мужчины. Желаю всем мирного неба, и пусть никакие невзгоды и чрезвычайные происшествия не омрачат нашу жизнь. Всех замечательных мужчин сегодня поздравить днём защитника хотим. Ещё достойней быть и благородней, прекрасный этот день желаем им. Здоровья, счастья, мужества и силы от всей души хочу я пожелать, ваш долг всегда и был и остаётся Отечество родное защищать. Большая часть работающих в управляющей компании сухоложской – женщины. И сегодня тот самый случай, когда следует сказать нашим дорогим и уважаемым мужчинам спасибо за труд и заботу. От имени женского коллектива мы, говорит Людмила Павловна Косых, директор управляющей компании, шлём вам, нашим ветеранам, пенсионерам, отдавшим годы работы службе, труженикам тыла, помогавшим Отечеству в годы войны, всем военнослужащим словом, всем настоящим мужчинам-защитникам по сути и по духу наши сердечные поздравления и пожелания здоровья и добра. Мирного неба всех земных благ! День Защитника Отечества в России отмечаем всей страной. С вашим праздником, мужчины дорогие! Пусть сбываются мечты все до одной. Пусть всё будет в жизни так, как вы хотели. Будет много пусть свершений и удач. Вам желаем достижения всех целей и решения поставленных задач. А теперь мужчин Сухоложья приветствует и поздравляет директор подрядной организации общества с ограниченной ответственностью УК «Кристалл» Олег Изгагин. Коллектив в организации трудится сравнительно молодой, но уже старается позиционировать себя как работоспособный и исполнительный. Здесь стараются набрать обороты и исполнять работу без промахов качественно. Трудятся в УК «Кристалле» и мужчины, и женщины. Дорогие земляки, говорит в своем поздравлении директор Олег Михайлович Изгагин. Ваш труд, ваши служения Отечеству не проходят даром. Каждый из нас делает страну сильнее. За нами, как пример мужества и стойкости и активной жизненной позиции, наши дети. Они во многом повторяют нас. Именно благодаря таким настоящим защитникам отчизны, дома, семьи, множится число молодых патриотов, тех, кто любит свою землю и чтит память отцов. С праздником! С днем воинской славы нашего города! Будет день наполненный до края, Много будет правильных тостов. За мужчин сильных и красивых, За мужчин умных и любимых, За мужчин, за наших, За самых настоящих, Любимых и родных! За мужчин, за наших, За самых настоящих, Любимых и родных! Точно! Встали дружно и не нужно спору, Не ожалейте самых теплых слов, Надо стоя выпить за опору, За любимых наших мужиков, За наших мужиков! За мужчин, за наших, За самых настоящих, Любимых и родных! Мужики бывают словно дети, С ними очень трудно собладать. Но они роднее всех на свете, Надо их любить и уважать. За мужчин сильных и красивых, За мужчин умных и любимых, За мужчин за наших, за самых настоящих, Любимых и родных. За мужчин за наших, за самых настоящих, Любимых и родных. За мужчин за наших, за самых настоящих, Любимых и родных. 15 февраля воины-интернационалисты отметили 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Именно в этот день, в 1989 году, последний военнослужащий тогда еще советской армии покинул территорию этой страны. Интернациональный долг в Афганистане выполняли более 80 сухоложцев. Все они вернулись домой, кроме пропавшего без вести Геннадия Яковлевича Сидникова, жителя села Маханово. За проявленное мужество и героизм пятеро награждены Орденом Красной Звезды, 11 медалями за боевые заслуги и отвагу. Эстафета поздравлений переходит к депутатам городской думы, руководителям склада строительных материалов «Стройте с нами» Андрею Суханову и Владимиру Важенникову. На их предприятии уж точно трудятся в основном мужчины. Здесь, на строительной базе, есть все, что необходимо для начала и завершения строительства. Менеджеры-продавцы, консультанты помогут выбрать нужный товар, посоветуют, погрузят, доставят, куда скажете. От имени своего коллектива и от себя лично вас поздравляют Владимир Важенников и Андрей Суханов. Уважаемые ветераны, те, кто служил и продолжает служить, всех мужчин-земляков с праздником, с Днем Защитника Отечества. Мирного неба и хорошего настроения, теплых отношений в семье и удачи на жизненном пути. Пусть все исполнятся желания, любви и новых вам побед, здоровья, счастья, процветания и много долгих ярких лет. В коллективе предприятия Цемтранс трудятся 120 человек. Из них только 6 женщин, остальные мужчины и их главная профессия – водитель. Именно они произведенный цемент доставляют во все концы региона и за его пределы. Ведь он всегда был и остается хлебом строительства. Руководит логистическим предприятием Цемтранс Александр Шашков. Александр Геннадьевич просит принять искренние поздравления с Днем Защитника Отечества всех мужчин. Живите с радостью в сердце и с верой в себя и свои силы. Это поможет сохранить главное – здоровье и мужественность. А это для любого настоящего мужчины качества необходимые. Женщины предприятия добавляют – вы в жизни помогали всем не раз. Мы ценим ваше мужество и силу. Мы, женщины, готовы подарить и радость, и тепло. Хотим, чтобы все у вас прекрасно было. К этому празднику у всех нас особое отношение. Мы вспоминаем в этот день не только настоящих защитников, но и тех, что гибли на полях сражений в разное время. И тех, кто сегодня продолжает жить среди нас, уважаемые сухоложцы, мужская половина нашего замечательного города. От всей души я поздравляю вас с этим замечательным днем – Днем Защитника Отечества. Эти слова поздравления нас просила передать городской нотариус Елена Дорунина. Будьте здоровы и счастливы тем, что мы живем в мирное время. Здоровья крепкого и успехов в труде. С Днем Защитника поздравим лучших из мужчин сейчас. Ум и силу вашу славим. И надеемся на вас. Мы хотим сказать стихами, как мы вас все до одной очень любим. Мы за вами, как за каменной стеной. Февраль нынче балует солнцем и теплом. А в зимнюю стужу, хоть она и не была суровой, нас согревал теплом жилком сервис. Работники муниципального предприятия жилком сервис СЛ и его руководитель Евгений Мисоедов и сегодня шлют вам свои теплые поздравления. Учитывая, что теплосети, как собственно и другие городские коммуникации, стареют и в зимний период нагрузки на них растут. Аварии случаются часто и даже очень часто. Но надо сказать, что этой зимой мы этого не почувствовали. На предприятии трудятся 289 человек, мужчин из них чуть менее половины. Понятно, что на аварию выезжают именно они. И важно, что каждый из них осознает, за ними город, люди. Работники теплосети всегда на передовой, и это безо всякого преувеличения. Скажу больше, их труд буквально означает находиться на военном положении. Ведь порывы они не ждут, их надо устранять здесь и сейчас. И теперь, когда пандемия не отпускает, согласитесь, что болеть в заботе и тепле, значит быстрее выздороветь. Сегодня руководитель жилком сервиса СЛ Евгений Мисоедов обращается к вам со словами поздравлений. Уважаемый коллектив предприятия, мужчины сухого лога, поздравляю вас с нашим мужским праздником. Вас, земляки, ветераны, военнослужащие, все, кто так или иначе связан с защитой Отечества, говорит Евгений Ильич. Будьте здоровы и счастливы. Что можно пожелать в этот праздник всем нам? Конечно же, крепкого здоровья, сил на вашем дальнейшем жизненном пути. Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Музыка 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 В нашем городском округе на 1 января насчитывалось 25 518 женщин и 21 857 мужчин. Да, к сожалению, по статистике их всегда почему-то меньше. Так что фраза «берегите мужчин» остается актуальной. Да, нас немного меньше, но мы, как принято говорить, в тельняшках. Продолжает тему депутат городской думы, директор муниципального предприятия «Горкомсети» Сергей Комягин. Недаром День защитника Отечества сам собою стал праздником всех мужчин. Ведь для настоящего мужчины защищать и оберегать любимых так же, естественно, как и дышать. Поэтому в этот праздник я хочу поздравить всех мужчин нашего городского округа. Мужчин, которые не боятся трудностей, на которых может рассчитывать страна, могут положиться друзья и близкие. И хочу пожелать всем никогда не встречать в жизни трудностей, с которыми бы вы не смогли справиться. Не мог остаться равнодушным к теме общенародного праздника Дня защитника Отечества и молодой руководитель муниципального предприятия «Сухоложские электрические сети» Александр Долгополов. Молодой человек, конечно же, знает о войне, воинском долге и мужской чести. Знает и старается быть в своей работе максимально полезным. Александр и его коллектив заботятся о том, чтобы город, деревни и села были освещены. И на этом пути многое сделано. С большим удовольствием, говорит он, поздравляю всех мужчин городского округа с праздником, прекрасного выходного дня и отличного настроения. Продолжая тему, хочу сказать стихами. И в жизни пусть все будет хорошо, успешно пусть решаются задачи, чтобы мечты сбывались вновь и вновь, и становился круг друзей все шире, здоровья крепким было и любовь, удачи вам и мира во всем мире. Народное предприятие «Знамя» – место, где чтут и свято оберегают традиции прошлого. Память о них хранит заводской музей. На предприятии трудятся как ослужившие в рядах вооруженных сил, так и те, кому еще предстоит испытать армейскую жизнь. Георгий Николаевич Задирака, генеральный директор народного предприятия «Знамя», поздравляет всех мужчин Сухоложья с нашим одним из главных праздников страны – Днем Защитника Отечества. Желаю всем мужчинам жизненной энергии для достижения своих задуманных целей и решения задач. Покорение вам новых вершин на жизненном пути. И пусть удача всегда будет с вами, а близкие по духу люди переносят в дом радость встреч и общение. Сейчас прозвучат поздравления в адрес мужской половины нашего городского округа от руководителей стоматологической клиники «Донтист». Что на проезде строителей? Понятно, что зубы лечат как мужчины, так и женщины. Наши смелые и доблестные мужчины не боятся ничего и всегда берут на себя самую тяжелую и ответственную работу. Зубную боль мужчины тоже терпят до последнего. Терпят изо всех сил. А когда приходят к нам, мы, женщины, их тоже поддерживаем как можем. Мы умеем прощать нашим мужчинам их маленькие слабости и снова и снова говорим «Мы вас любим» и всегда будем о вас заботиться. Любим замужество и умение решать самые сложные вопросы. Уважаемые защитники Отечества, все, кто служил и служит Отечеству, поздравляем вас с вашим мужским праздником. Что значит для русского человека Отечество? Это наш дом, наша семья, наши дети, наша земля. И есть на этой земле доблестная профессия – Родину защищать. И вы в этом славном и почетном деле в первых рядах. Будьте уверены в своих силах и возможностях. Мужества вам, здоровья и всех земных благ. Вас с Днем Защитника мы поздравляем и в этот праздник вам сказать хотим, что жизни мы без вас не представляем. Гордимся мы вниманием мужским. Мы радуемся вашим комплиментам. И с вами только связаны у нас все самые прекрасные моменты. На свете много должностей и званий, А с них уже порой не продохнуть. И за посадом красочных названий Мы иногда не замечаем суть. А я хочу исправить положение И предлагаю вам без лишних слов В знак самого большого уважения За настоящих выпить мужиков. Мой тост, он в общем-то не мог За настоящих мужиков И не за звание, не за чин За настоящих пьем мужчин. Всем женщинам доподлинно известно Да и мужчины тоже знать должны Не красит человека его место А у мужчин не главные штаны Не красит человека его место А у мужчин не главные штаны Мой тост, он в общем-то не мог За настоящих мужиков И не за звание, не за чин За настоящих пьем мужчин А тост, он краток и срок За настоящих мужиков И не ищи других причин За настоящих пьем мужчин И женщины, я точно это знаю Бывает, соберутся за столом Без мужиков по-женски поволтают Поговорят за жизнь о том, о сём О тяжкой доле женщин современных Что тянется из глубины веков Но тост, они поднимут непременно За самых настоящих мужиков Мой тост, он в общем-то не мог За настоящих мужиков И не за звание, не за чин За настоящих пьем мужчин А тост, он краток и срок За настоящих мужиков И не ищи других причин За настоящих пьем мужчин За настоящих пьем мужчин Операции по восстановлению Конституционного порядка в Течне В 1994 по 1996 годах И на прилегающих к ней территориях Сопровождалось боевыми действиями С целью взятия под контроль Территории Чечни На которой в 1991 году Была провозглашена Чеченская республика Ичкерия Конфликт и предшествующие ему события Характеризовались большим Количеством жертв Среди населения военных И правоохранительных органов Один из героев событий Наш земляк Житель суховолога Юрий Печенкин Юрий сам вызвался исполнять свой гражданский долг И поехал в Чечню Где в одном из боев 15 февраля погиб За проявленные храбрость И мужество Юрий награжден Орденом Мужества Мемориальная доска в его честь Находится на фасаде дома Где он жил Это дом номер 14 На улице Горького Хранит память о нем Школьный музей гимназии номер 1 Где он учился Его имя на памятнике Черный тюльпан В Екатеринбурге Друзья, с поздравлениями К вам обращаются инвесторы Дома номер 40 По улице Белинского Поздравляем вас 23 февраля Это действительно важный праздник В нашей стране Очень хочется пожелать В этот день Чтобы вы всегда Оберегали людей Которые верно идут с вами по жизни Мирного неба Побольше солнечных дней И прекрасного настроения Пусть все задуманное Обязательно получится Огромного счастья Успехов Во всех начинаниях Любви И благополучия Самое важное В жизни Иметь теплый дом И теплоту отношений И мы в этом смысле К вашим услугам В адрес наших Уважаемых мужчин Снова звучат Приветственные слова На этот раз От руководителя Крестьянского хозяйства Темп Виктора Бубенщикова Хозяйство в селе Рудянском У Виктора Юрьевича Не сказать, что огромное Но тем не менее Немало Требует мужской силы И женской заботы В подчинении У Виктора Бубенщикова Около 60 работников Женский труд преобладает Потому как На ферме Женщины незаменимы Но без мужчин В сельском хозяйстве Тоже не обойтись Это и скотники Механизаторы И операторы Без них никуда А с ними, как говорится Хоть куда И сегодня мы поздравляем Наших тружеников Из крестьянского хозяйства Темп Желаем крепкого здоровья И всех благ Теплоты в семье И успехов на работе А сам Виктор Юрьевич Дополняя наше поздравление Желает своим землякам Рудянцам Всем мужчинам сухоложья Крепости духа И неисчерпаемых Физических возможностей В обществе С ограниченной ответственностью Уральские сети Коллектив Немногочисленный Мужчин здесь, конечно же Трудится больше Это инженеры Операторы Специалисты В области телекоммуникаций Коллектив занимается Большим Важным Нужным делом Обеспечивая наши дома И квартиры Устойчивым Телесигналом Кабельного вещания Те, кто сделал Свой выбор В пользу Кабельного телевидения Уральские сети И остается веленным Об этом не жалеют Сотрудники здесь Под руками В любой момент Можно обратиться Офис уральских кабельных сетей На Гагарина 9 И что немаловажно Наш телеканал Можно смотреть Именно в кабеле Уральских сетей От всего сердца Поздравляет Всех мужчин Сухоложцев Днем Защитника Отечества Директор Кабельного телевидения Уральские сети Антон Марамзин И его коллектив Сотрудников Желаю вам Говорит он В этот праздничный день Прекрасного настроения И непременно здоровья Которое необходимо Каждому из нас Чтобы быть Настоящим защитником Надежды И опоры семьи 23 февраля Теперь выходной день Это еще раз Говорит о признании Заслуг мужчин В решении Всех жизненно важных задач Сегодня я От всей души Хочу сказать Что влияние На мир мужчин Чрезвычайно важно Ведь речь идет Не только о военном долге Но и о постоянной заботе О своей маленькой Державе Семье Это поздравление От Николая Мясникова Руководителя Склада Металлопроката На комбайнеров 14А Зачем к нему Не обратишься Говорят Всегда поможет На его складе Есть все Что может понадобиться Настоящему мужчине Николая Все кто к нему Когда-то обращался Знают Как достойного Хозяина Своей фирмы И отличного человека С днем Защитника отечества Друзья Силы бодрости Мужества и смелости Силы и любви Пусть мечты Сбываются А новые цели Не заставляют Себя ждать Пусть в жизни Будет много побед Заслуг И наград С прекрасным Днем Защитника отечества Поздравить вас Сегодня мы хотим С тех пор Как существует Человечество И войны Существуют Вместе с ним Какими б годы Не были спокойными Всегда отчизни Воины нужны Желаем вам быть Самыми достойными И охранять Покой Родной страны Защитникам Родины Слава Отчизна Приветствует вас Гордится Вами Держава В сегодняшний Праздничный час Вы эту честь Заслужили Жертвуя Жизнью Своей Заботами Родины Жили На благо Российских Людей Защитники Отечества Сыны Земли Родной Дай Бог здоровья И поклон Вам низкий Вы не за славой Шли Последний бой За Русь Святую За родных И близких На-на-на-на На-на-на На-на-на Вы свой народ Защищали И победили В войне В сражениях Страха Не знали Вы Закалились В войне В тяжкие дни Испытаний Беду Отвели От страны Теперь Ветеранами Стали Великой России Сыны Защитники Отечества Сыны Земли Родной Дай Бог здоровья И поклон Вам низкий Вы не за славой Шли В последний В последний Бой За Русь Святую За родных И близких Защитники Отечества Сыны Земли Родной Дай Бог здоровья И поклон Вам низкий Мы не за славой Шли В последний Бой За Русь Святую За родных И близких На этом наша праздничная программа завершена До свидания До новых встреч, друзья! Хорошо, что есть такой день Когда те, кто стоит на страже нашего благополучия Могут сделать паузу И спокойно отдохнуть Но не очень долго Ведь у настоящих героев нет выходных Наша надежда Наша опора Наши защитники В любую секунду готовы прийти к нам на помощь Они всегда будут рядом С Днем Защитника Отечества Днем Защитника Отечества Днем Защитника Отечества